Момент истины для старшеклассников. Выпускники Фокинских школ начали сдавать единые государственные экзамены. В понедельник прошла итоговая тестация по литературе и географии. Уже через два дня, 28 мая, состоялся один из основных экзаменов по русскому языку. В этот день за партой вновь сели 166 ребят, завершающих обучение в школе. Далее подробнее. В дни сдачи ЕГЭ Фокинские школы по мерам безопасности напоминают режимные объекты. Все очень строго. Перед входом нужно сдать мобильное устройство, сумку и пройти проверку с помощью металлодетектора. В аудиторию с собой можно брать лишь гелевую ручку и паспорт. Порядок проведения экзамена контролируют общественные наблюдатели. Все действия фиксируются камерами видеонаблюдения. Работают глушители мобильной связи. Столь строгие меры безопасности добавляют некоторой нервозности к общему экзаменационному волнению ребят. Как это быть уверенным, а чем темно. Мы подготовились, но все равно страшно. Некоторые выпускники верят, что удачу на экзаменах могут обеспечить особые амулеты или проверенные бабушкины методы. Например, пятачок под пятку. Как дополнительный бонус к надежному багажу знаний. У нас есть апперекция. Ну покажи. Монетку нам всем подарили. Это от первоклассников. Чтобы мы знали, что отлично. Готовы, всегда готовы, но очень волнуюсь, переживаю. Мандраж такой. Есть какие-то у тебя секреты? Да, у меня висит здесь монетка и ботиночки-монетка. Я в домах. Вот. И так переживаю. В аудитории ребята проходят группами согласно электронной жеребьевке. Место зоопарты для каждого также определяет компьютер. Перед началом экзамена небольшая вводная инструкция по форме проведения аттестации и заполнению бланка регистрации, чтобы ребята из-за волнения не допустили ненужных ошибок. В инструкции все? Все понятно? То есть нам принесли пакеты ваших заданий. Они все запечатаны. Мы их скрываем. Аккуратненько. Можно всем что-то делать. Вот. Вскрытие конверта с заданиями – момент волнительный. Что в конвертах? Тайна за печатью Министерства образования. Экзамен по русскому языку в этом году проходит с некоторыми изменениями. Из контрольной работы исключена часть А с выбором ответа. Вероятность угадать сведена к нулю. Когда предлагался ответ из четырех вариантов, сейчас части А нет. Сейчас ребенок должен сам решить и записать ответ. Части А нет. Раньше можно было, наверное, если есть интуиция, можно было до чего-то догадаться, додуматься. Или удача, наверное, могла быть. В этом году такого нет. Но еще что у нас будет? У нас будет устный экзамен по английскому языку. Устная часть. Разговорная часть является добровольной. Но его выбор повлияет на получение максимального результата. Чтобы получить 100 баллов, необходимо сделать письменную и устную часть экзамена. В этом году английский язык решили сдавать 21 ученик. Также в числе новшеств ЕГЭ разделение экзамена по математике на базовый и профильный уровни. Усложненный уровень для тех, кто собирается в профильные вузы. Вариант попроще для получения аттестата. Дети выбирают. Они могут выбрать и базовую, и профильную. Могут выбрать либо только базовую, либо только профильную. Но математику они должны сдать обязательно любую или обе по желанию. Всего к итоговой аттестации по русскому языку в этом году были допущены 166 выпускников. В их числе и те, кто закончил школу ранее. Следующим серьезным испытанием для ребят станет обязательный экзамен по математике, который состоится 1 июня. Стоит отметить, что из дополнительных экзаменационных предметов школьники Фокина и в этом году отдали предпочтение обществознанию, физике и истории.